Сегодня мы продолжаем тему «Посуда». Педагог Исаина Вагульсумуразовна. Ребята, не забывайте перед просмотром видеоурока делать разминку. Тогда вы сможете правильно произносить все слова по-казахски. Язычок поставим как кошечку и спрячем его за нижними зубками. Улыбнемся вместе с Барбоскиными. Губки в сушку превратим и тянем вперед. Губы в трубочку свернем и тянем вперед, произносим твердо. О, О, О. Подуем в трубу мягко. У, У, У. Зарычим, как медведи твердо. О, О, О. Достаем рыбную косточку из горла. Х, Х, Х. Полоскаем горлышко. Заплачем, как малыши. Подышим на снежинку, чтобы она растаяла. Для начала вспомним слова, которые мы изучали ранее. Повторяйте вместе со мной. Ребята, Маша решила сегодня побыть художником. Взяла краски и кисть и начала рисовать. Давайте назовем по-казахски цвета красок, которыми будет рисовать Маша. Повторяйте вместе со мной. А теперь назовите, какой чайник нарисовала Маша. Для этого сначала называем цвет, а потом название предмета по-казахски. А сейчас поможем Маше сосчитать, сколько чайников она нарисовала. А теперь попробуйте без моей помощи. Ребята, теперь давайте сосчитаем, сколько на картинке больших пиал. А сколько маленьких? Маше сосчитать. Бэр кашкентай кисе. Е кэ кашкентай кисе. Молодцы, ребята! У вас очень хорошо получается! Назовите продукты по-казахски и найдите пару для пиалы кисе. Какой продукт вы выбрали? Чай можно пить из пиалы. Правильно. Называем продукты. Вы уже нашли пару? Назовите. Воду мы кипятим в чайнике. Называем продукты. Назовите пару. Кашу мы едим из тарелки. Назовите продукты снизу. Так какой же из этих продуктов станет парой для ложки? Кашу мы едим суп. Сегодня на уроке мы вспомнили название посуды, сосчитали её, назвали посуду вместе с её цветами и размером, и даже с какими продуктами они могут быть в паре. Сегодня вы отлично потрудились. Я горжусь вами. А на этом наше занятие подошло к концу. С вами была Гульсамур Азовна. Сау Болангдар Балалар. Субтитры создавал DimaTorzok